Большой Екатерининский зал создан для таких торжественных событий. В День России сюда пригласили людей абсолютно разных профессий, званий и возраста. Но объединяет их всех одно – любовь к родному краю и стремление сделать его еще лучше. Эти высокие награды – знак признания их больших заслуг. Церемонию награждения открывает губернатор Вениамин Кондратьев. Вы творите современную историю нашего Краснодарского края. Показывайте подрастающему поколению, что настоящий патриотизм не в громких словах, не в шествиях, не в протестах или каких-то требованиях, а в каждодневной работе. Мы сегодня находимся в таком временном промежутке, когда делом мы должны сегодня, объединившись все вместе, сохранить вот эту самую стабильность социальную, политическую, конечно, экономическую. Мы обязаны быть вместе, хранить наше единство. И только в этом случае мы сможем сделать наш край более процветающим, а нашу страну еще более сильной. Медали «Герой труда Кубани» и «За выдающийся вклад в развитие края» удостоены 11 человек. В числе первых награду из рук главы региона получает митрополит Екатеринодарский и кубанский Исидор. Больше четверти века владыка является духовным наставником всех православных верующих Кубани. Благодарю за эту высокую награду, которую я сегодня получил. И считаю, конечно, что эта награда не лично моя заслуга. Это заслуга духовенства Екатеринодарской митрополии, народа Божия, дружеников, храмов и монастырей. Среди награжденных ученые и аграрии, люди, для которых самое главное богатство – это земля. Александр Найденов уже 42 года заботится о сохранении плодородия уникальных кубанских черноземов. Благодаря его научным разработкам передовые хозяйства края собирают рекордные урожаи пшеницы. Я очень горжусь тем, что это награда за получение высоких урожаев в Краснодарском крае. Я думаю, что, конечно, заслуга – это людей, которые уже научились выращивать высокие урожаи. Я хочу, чтобы вот эта традиция, эта тенденция получения высоких стабильных урожаев сохранилась еще на многие годы. Медалью первой степени за выдающийся вклад в развитие Кубани удостоен и Сергей Тимченко, депутат Законодательного собрания края. Благодаря его инициативам в регионе реализовано несколько инвестиционных проектов и целый ряд программ, по которым сотни семей получили земельные участки, а с ними и возможность построить дом или заняться личным подсобным хозяйством. Служил, служу и готов дальше служить интересам жителей края и России. Медаль за выдающийся вклад в развитие Кубани третьей степени удостоена и Людмила Богославец, глава Плотнировского сельского поселения. Проблемы станичников она воспринимает как свои личные. А большинство молодых семей не уезжают с малой родины, а остается жить и работать в станице. Я живу в станице. К нам каждый год приезжают десятки новых семей. И вы знаете, вот первый вопрос, который они всегда задают, это такой. Чем знаменит так Краснодарский край, что он отличается от всех других регионов. Что у вас тут особенного? А ничего особенного у нас нет, всегда отвечаю я. Просто работящие люди, и мы привыкли работать большой дружной командой. Медаль Герой Труда Кубани получил и Хазрет Совмен за укрепление дружбы и сотрудничество Краснодарского края и Адыгеи. За успехи в обеспечении защиты населения от ЧАЭС Борис Глебов. Он шесть лет возглавлял Министерство гражданской обороны региона. Вениамин Кондратьев наградил Петра Данщина, предпринимателя из Белоглинского района, и Николая Букреева, директора предприятия «Белоглинская». Он получил медаль за большой вклад в развитие АПК региона. Каждое имя – это история края, отметил Вениамин Кондратьев. Эти люди своим многолетним трудом сделали регион и страну сильнее. После награждения лауреаты пообщались с губернатором в неформальной обстановке. Завершился торжественный прием по традиции бокалом шампанского. Елена Касабова, Мария Крошная, День с перец и Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.